Туранская бурь Понял, то что он не хочет войны И поэтому спокойно отдал территорию Тунду Которую, конечно, Тунду хотел получить В том же самом году и начался развал Туранская буря И по итогу появилось новое государство Коняжество Куновщина А в 395 году Туранская бурь полностью Ну почти полностью развалилась А развалилась она на множество коняжеств После всего этого народ, ну, возненавидел Юрия Куропатовича Поэтому в 398 году Юрий Куропатович пошел жить в лес Сам не понимая того, то что он так еще сильнее развалил Туранскую бурь В 400 году Туранская бурь полностью развалилась И стала Туранским коняжеством А теперь давайте вспомним пятую с половиной часть И назовем все эти коняжества разными смешными и не очень ими именами Вот это вот Дурунское коняжество Шо у нас смешно, да? Но мне смешно очень сильно Вот прям обхохочешься Это Галожопское коняжество Которое, между прочим, дальше сыграет огроменную роль В истории же Посранска Это Восточное коняжество Ленонское И получается то, что вот это Западное коняжество Ленонское Вот это вот Ронское коняжество Это Карворское коняжество А вот это Сульское коняжество Вот это вот Гартавское коняжество Вот это вот Пакунское великое коняжество А сейчас, внимание, будет смешно Вот это вот Иборич Вот так вот я смеюсь Ну ладно, это шутка, я так не смеюсь Это и Дурское коняжество Это Туранское коняжество А вот это Западный Аранис И на этом заканчивается первый сезон истории Жопостранска Как говорится, времена всему начала В том числе и Жопостранскую Раз уж мы заговорили про времена Хотелось бы сказать То, что сильные империи долго не существуют Со временем они разрушаются И в конце приходит какой-то чудик Который и разваливает сильнейшую империю